Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Исход и сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. Она начинается словами и услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, это от слова Гер, пришелец, имя Герсам, а другому имя Елиазер, потому что говорил он Бог отца моего, был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Это имя, но тоже говорящие имя указывает на помощь от Бога. Здесь совершенно неожиданно Моисей говорит, что Господь его избавил от меча фараонова. Но мы не помним в книге Исход, чтобы кто-то угрожал Моисею мечом, может быть, это такой эфемизм от гнева фараона и от его меча. Но есть такое предание, что когда Моисей бежал в Египет, его все-таки схватили. И когда его хотели казнить, то мечом замахнулись, ударили, но меч сломался. То есть произошло сверхъестественное чудо, и те люди, которые должны были казнить Моисея, они в ужасе разбежались, увидев все это. И далее мы читаем «И пришел Иофор, то есть тесть Моисея». Я уже говорил, что у него несколько имен, у тестя Моисея. Он называется разными именами на протяжении пяти книжья. Это свидетельствует о том, что у него были разные религиозные качества. И он каждый раз проявлял одно из этих качеств. «И пришел Иофор, тесть Моисея, к сыновьями его, то есть сыновьями Моисея, и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей». То есть где Моисей с народом еврейским расположился станом у горы Божьей. «И дал знать Моисею, я, тесть твой, иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Мы помним, что когда Моисей пошел в Египет, он почему-то взял с собой жену и маленьких детей. Тогда они были маленькие. Но потом вот он, конечно же, отослал ее назад. Итак, Иофор дает знать о себе, что он идет, приближается к стану. «Моисей вышел навстречу тестью своему, и поклонился ему, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Вот Моисей преподает нам урок, как надо относиться к тестью своему, то есть как к своему родному отцу. И в христианской практике, когда мы венчаем молодых людей, мы обычно им говорим, «Жених с этого момента, родители твоей жены, невесты, это твои родители, невеста с этого момента, родители твоего жениха, мужа, это твои родители». Вот это очень важно помнить, иначе семейная жизнь разорвется на два лагеря, а это опасно. «И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян». Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона. Здесь мы видим, что не только фараон горел ненавистью к еврейскому народу и Моисею, но и сам египетский народ. «И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти Египта. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами». Они превозносились могуществом, силою, но Господь бесконечно могуч и бесконечно всесилен, чем нежели какие-то люди. «И принес Иофор тесть Моисеев всесожжение и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестьем Моисеевым пред Богом». Что значит «пред Богом»? Имеется в виду, что то, что не было сожжено, но заколото, это тоже как бы общая трапеза, и как священники должны есть то, что остается от жертв, здесь как бы все вот эти люди вкушают эту пищу. Далее в Библии рассказывается о тех советах, которые Иофор отдает Моисею, Иофор его тесть. «На другой день сел Моисей судить народ», то есть он действует как правитель, как царь, он сидит, народ стоит. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера». Ну, согласитесь, тяжело стоять с утра до вечера. «И видел Иофор, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом, для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера». Это действительно было невыносимо и тяжело. «И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога, когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю им уставы Божьи и законы его». Вот здесь мы видим, что как бы не весь народ, а вот все те, которые приходили решать какое-то дело, вот они стояли с утра и до вечера, скажем так, в очереди, и ждали, когда до них эта очередь дойдет. Но тут немного непонятно сказано, что Моисей учит их уставам Божьим и законам Божьим. Как нам это понять, если закон еще не дам? Некоторые древние экзегеты считали, что эта голова немножко стоит не на своем месте. Ну, так было решено ботописателем Моисеем, он ее расположил здесь. Но считается, что хронология в книгах Священного Писания не всегда соблюдается. Это действительно так. Мы с этим сталкивались, когда проводили беседы по книге Ботия, где сначала говорится о смерти Измайла, сына Авраама, а потом говорится, как Иса входил свататься к Измайлу, чтобы взять одну из дочерей его себе в жены. То есть события не обязательно даются в хронологическом порядке, потому что это не хроники исторические, Библия, это нечто другое. Возможно, что это действительно так. Но если это не так, то возникает вопрос, а какие же уставы Божьи, законы имел Моисей до дарования закона на горе Синай? И вот здесь надо вспомнить то, что закон Божий сохраняется в народе Божьем в виде священного предания. И в таком формате он передается из уст в уста. И святитель Иоанн Златоуст пишет, что древние не имели нужды в Писании, они общались с Богом непосредственно лицом к лицу, такие как Авраам, Исаак, Яков. Но коль вскоре люди утратили такую возможность непосредственно общаться с Богом, то как некое последнее средство им было дано Писание. И действительно мы видим, что Авель знает, как приносить жертву от первородных стадо, от тука их, хотя совершенно очевидно, что он никогда не читал книгу Левит, да она и не была тогда написана. Но и знает, что есть чистые и нечистые животные. Авраам знает, как приносить десятину, когда он дает десятину Мельхаседеку царю Салима, священнику Бога Всевышнего. Иаков знает, что такое десятина по обету. Об Аврааме вообще сказано, что он исполнял уставы, заповеди, постановления Божия, то есть разные градации закона Божия ему были известны. То есть этот вопрос остается открытым, то ли речь идет о священном предании, в таком формате сохранялся закон, то ли речь идет о том, что просто это событие, оно немножко сдвинуто назад. Но тесть Моисеев сказала, Муни, хорошо это ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою, будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его, научай их уставам Божьим и законам его, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей, способных боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корыст, и поставь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время, о всяком важном деле, доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легше, и они понесут с тобою бремя. Вот здесь создается прецедент, что для дела Божия можно приглашать не только тех, которые из колена Левина, но и мирян, собственно говоря, как и сейчас. Осуществить евангелизацию России священники не способны сами по себе. Им нужны помощники миряне, и самые даровитые из них могут получать благословение на совершение миссионерского служения. Так это сейчас и делается, когда многие миряне даже получают богословское образование и мужчины, и женщины, и потом они осуществляют свой апостолат, иногда даже более успешно, чем священслужители. Мы знаем, что равнопостольная Нина, просветительница Грузии, она целый народ обратила в веру, а заслугами княгини Ольги была окрещена Русь. Не только мужчины, миряне, но и женщины могут совершать свой апостолат. Пусть они судят народ во всякое время, во всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, они понесут с собой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ будет отходить в свое место с миром. Вот здесь этот человек Иофор, он говорит очень мудро, он говорит, если ты сделаешь это дело, то, что я тебе советую, и Бог повелит тебе, то есть Бог подтвердит, что этот совет правильный, потому советчиков много бывает, такие советы могут дать, если всех слушаться, можно развалить дело Божие, здесь нужна будет и санкция божественная. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему, и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, и десяти начальниками, и письмоводителями, письмоводители, это люди, которые все записывали, секретари, секретарская работа, бумажная работа сейчас важна и на приходе, и тогда даже это было все востребовано. И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, и все малые дела судили сами. И отпустил Моисея тестя своего, и он пошел в землю свою, а семейство Моисея остается с ним. Итак, друзья, сегодня мы окончили чтение 18 главы, имели рассуждение над этим текстом. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вместе с вами 19 главу. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах по книгам Священного Писания. Спасибо Господь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...